ребята всем привет это запись подкаста с дивана это новостной подкаст который мы проводим каждую среду в 20 00 на стриме так что буквально вот на следующей неделе можете приходить и мы обсуждаем кино новости помимо кино новости просто какие-то актуальные новости и пытаемся общаться в общем там бывает достаточно весело так что заглядывайте каждую среду в 20 00 на основном канале конечно же ну что ребят смотрите у нас в гостях сегодня дмитрий зовут наш диктора дмитрий фамилия рыбин вот он диктор а все скинул да так и этот час я не в тот чат кинул диктор не очень умная просто работа связана с непосредственно с ретрансляцией чужих текстов через рот поэтому мозги они не обязательно вот поэтому мы не всегда нормальная я по крайней мере чем ты сейчас занимаешься ты у тебя нету обычной работы в стиле там я хожу в офис полностью самозанятой я диктор я уже года уже два почти третье два с половиной года я уже полностью исключительно только у микрофона вот я вот у меня в квартире стоит вот кабинка чтобы там не беспокоить женщину свою прочее я занимаюсь то я этим уже ну лет десять наверное то есть так получилось что я вот в одиннадцатый там год как раз это на курс 2 института я вообще по образованию учитель русского языка и литературы педагог идите налево и ну мне стало интересно я до этого в школе увлекался музыкой ну как многие из нас мы играли там в ансамбле чего-то там прочь но у меня вот из этого вырос интерес а как это себя записывать самостоятельно а это как раз когда более-менее стали вот доступны вот эти звуковые карты какие-то прочие ну то есть они появились как бы достаточно дешевые какие-то вещи я вот курсе на первом точнее еще на н-классе в десятом я скопил денег купил себе первую карточку свою маудио у меня была fast track pro до сих пор живая замечательно работает а на самом деле тесты кол же аудиооборудование в том что ему вообще насрать она может годами там двадцатилетиями работать даже современное не ну понятно что какой-нибудь беринджерный он подох бы лет за 10 вот и мало делу все-таки более-менее сносный пшину тем более что она будто эта карточка из уровня простая как автомат калашникова то есть воткнул микрофон воткнул избишник все запела мониторинг там такой прямой был кривенький тяжеловато было себя слушать сейчас конечно все это намного лучше сделано вот и первый микрофон у меня был динамический обыкновенный shura sm58 потому что который просто вот ну как для караоке обычный сценический микрофон вот и но все это использовался естественно чтобы какие-то песенки записывать дома что-то там ковыряться пробовать а потом где-то в институте уже вот так как-то щелкнуло ну постольку поскольку я человек смотревший раньше сейчас меньше к сожалению аниме там же как раз это был прям пик вот расцвет вот всех этих фандап проектов там соответственно славан корт там куба прочие они даб тогда расцветал и мне было интересно то есть у меня вот такой типа вот чуваки пишут озвучивают прикольно интересно то есть а как это вообще делается и грина надо надо каким-то ребятам попроситься кто занимается уже я вот на этот микрофон какую демку записал собственно звуковыми редактором я уж тогда владел как синхронно записать голос там с видео я уже знал на вегасе я тогда это делал тоже если в девятая версия не вылетающая какая-нибудь безотказная как автомат калашникова до сих пор некоторые на ней так и озвучивают и чет по каким-то любительским группам какие вконтакте нашел то я так потыкался ребят ребят вот демка можно поозвучивать там три из десяти сказали давай только что-то микрофон у тебя какой-то ну понятно что динамического немножко не хватало под звук но тогда как-то быстро тоже были какие-то я купил вот мой могу даже показать в кадр давай давай сейчас чтобы видно 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 видна-видно рады nt1 вот этот микрофон я взял 10 лет назад с рук чуваки в москве распродавали старый парк студии я его взял за четыре с половиной тысячи он работает до сих пор замечательно звучит у него сейчас современный ценник вроде как двадцать две двадцать одну наверно тысячу на нт1 а нт1 по-моему вообще сейчас не выпускают если я правильно помню именно экселаровский да то есть он да да это уже прямо это конденсаторный микрофон вот он купился буквально благо у меня там друзья в москве мне взяли я подъехал я ну в часах в двух с половиной от москвы живу я подъехал забрал и то есть и началось потому что то сабы вот это все разбирается от момента твоей заинтересованности и покупки аудиокарты до момента демки это сколько три четыре полгода прошло покупка аудиокарты было уже давно а заинтересованность возникла после аудиокарта покупалась для музыки вот а микрофон букву я буквально там за неделю я чё-то придумал то есть было бы желание она нашлась возможность тут же залез на на рмм на фон на russian music форум в раздел куплю продам прям чувак пишет вот есть майк игру сбираю все то есть было бы желание и понеслась то есть свободное время посвящалась этому потому что было интересно ничего не было понятно единственное что помогало то что опыт ну то что я и в любительском театре играл и какое-то понимание там сцен речи и вообще понятия речи дикции было но естественно был другой был голос сейчас иногда знаешь пяти семилетней давности записи включи включишь такой думаешь это кто вообще у меня первое понимание того что нужно что-то там как-то совершенствоваться она появилась в том плане что я услышал как я плохо звучу и в целом я осознавал насколько я могу плохо звучать потому что я же эту всю хрень монтирую потом по звуку я к товарищу который работает и даже сейчас вроде как по-прежнему работает актером дубляжа обратился и говорю как что делать он такой что делать иди говорит и учись игру в смысле он такой ну вот иди на но я ему я ему скинул ссылку на курсы по дикторству и он не говорит но у тебя там научат просто говорить вот таким вот голосом делать то что он такой а делать то что он такой ну иди на одну учись я такой так у меня нету пяти лет чтобы идти учиться и тем более там мне уже тогда 30 уже было и я говорю ну не вариант учись горит просто читая об этом вот но по факту по факту я многие моменты подметил как раз таки вот с похожих в тег токи очень много дикторов очень много да то есть и кирилл и на тебя я подписался и на есть так и непонятное совершенно но вот смотри основные три ты кирилл киреев подожди киреев антон 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 да я кирилл его называю его время хотят и третий как его зовут напомню вот 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 и я вот да я вот так вот по крупицам какие-то вот критические грубо говоря обзоры смотрел и начинал примерно понимать что а вот это вот вот так вот нужно делать вот это вот так вот делать с фактически у меня основной прогресс он произошел конечно начальном этапе но потом я кучу всяких паразитных моментов захватил от просто интуитивного понимания и сейчас надо более-менее откорректировался за последний год хорошо и дальше ты и значит у тебя получается дальше у тебя ну ты начал запись озвучивать много в любительской сфере озвучивать там позвучал сам позвучал здесь позвали прочее то есть естественно это никакой не рассматривался как профессия но я начал копать так как мне это реально понравилось мне это было интересно то есть там и на какие-то курсы тоже по речи походить добрать и почитать самостоятельные ролики я пылесосил все что можно было собрать пылесосилась все в том числе пылесосилась и литература техническая и информация касательно того как записывать как сводить как свести закадровую озвучку как смиксовать это в 5 1 звук и прочее потому что все это надо было делать тупо тупо по простой причине вот я хочу куда-то податься мне нужна демка кроме меня эту демку мне никто не запишет поэтому мне надо уметь сделать ее ну нормально чтобы ее приняли послушать чтобы послушали соответственно изучался все остальное и как с акустикой помещений решить вопрос то что не было возможности что там построить придумать все это вот да звуки же просто тем кто не понимает те кто сейчас допустим сидит в чате и не до конца понимает в чем прикол любые вещи вот вот смотрите вот я обновил себе звук до обновления звука то есть микрофон аудиокарта в мне все вместе обошлось в 46000 и вообще в звуке куда ты не тыкаешься это всегда с шагом в 5000 происходит если захотел купить этот аудио как это называется штука такая стеночка за микрофон ставится с поролоном не помню аудиобарьер не или как-то он экран экрана такая самая сомнительная польза от нее в да кстати я потом звук стал более плоским из нее там проблема в том что она полезна если у тебя уже как бы акустически что-то сделано с помещением но вот какие-то резонансы погасить которые не гасятся а в голой комнате толку от нее ну никакого как вот очень сейчас популярна вот эти знаешь поролоновые шары вот этот айбол который надевать все чего можно добиться этим айболом это превратить звук вот такой рупорный потому что отражение особенно конденсаторный микрофон он все равно запишет сейчас подожди я сейчас скажу я сейчас скажу короче я увидел эту стенку как она еще раз называется скажи пожалуйста ну экран экраном и он стоит от 5 до 12 тысяч я смотрю на это и такой ну это до хрена ну прям до хрена при том что до конца я не понимаю вообще эта штука сработает в моем случае или нет кусок панеры и поролон я купил коробку в идее за 50 рублей коробку в икее разрезал ее и купил поролон за 500 рублей и такой вот и на клей посадился это дело но я понял что как только ты вот я его там по-разному сгибал если ты прям туда погружаешь микрофон то определенная часть вибрации которая отражает отражение она все равно должна присутствовать иначе голос просто звучит как будто бы я гугл из бедные становятся звук у на полетать где-то пересушенный звук он всегда звучит плохо я например вот но в силу того что у меня нет возможности сделать там кабину побольше или помещение даты однушку снимаю то есть меня место не так много и кабина нужна для того чтобы отгородиться от внешних звуков там сверлящего соседа ну да и женщины конечно как бы я тоже стиснут в эту сухость да но я например когда вот под аудиокниги например я микширую сигнал свожу я подмешиваю какой-нибудь импульсный ревербератор чуть-чуть чтобы он давал вот этого вот объема чтобы не было пересушенного звука то есть да это ухищрение костыль но при этом звук становится как бы удобоваримым да звук должен быть просто во всех вообще документах вот требованиях к студиям локализации например мне такие доводилось смотреть всегда помимо там микрофона требуемого качества и битрейда аудио пишется какого желательно минимально хотя бы объема должно быть помещение для записи непосредственно это естественно не кабинка метр на метр звук он студия на мосфильме да вот есть павильоны где дублируется кино там вообще огромное помещение это очень странно когда ты особенно роль приходишь какую-то писать ты стоишь один в таком огромном помещении у тебя он там он экран но здесь вот тоже телевизор маленький экран с кино это питер здесь текст и ты в таком большом но так как оно правильно акустически сделано то есть там максимальный естественный звук слушай а ты вот сейчас мы с тобой до того как созванец до стрима обсуждали вот ты озвучиваешь уже ну опять же это твоя программа профессия уже стала и ты не просто аниме озвучиваешь что фактически ты сейчас для blizzard озвучивал для в кино у тебя есть какие-то роли которые ты озвучил но в кино небольшие самые наверно заметные показы последние несколько лет то что было это этот черное зеркало вот эта интерактивная серия bandersnatch которая была для на этом озвучивалась да ну разные же студии озвучивают материал для netflix это не сам netflix просто мне тоже сейчас заказывает потихоньку но он заказывать и в студии он заказывает у студии все равно это как бы это вызывает студии ты когда едешь на студию ты не знаешь вообще что ты будешь писать тебя позвонил там ассистент режиссер и режиссер дима вы можете такого такого-то во столько-то во столько там на три часа до могу класс приезжаешь и по факту тебе говорят сейчас мы будем писать вот это никогда ты не знаешь ну потому что нд и потому что договор не разглашение спойлеры и прочее все естественно боец подписываешь там бумаг до премьеры нельзя иногда но вот у меня сейчас появились я там по последние пару лет я там аудиокнижки озвучиваю то есть у меня сейчас такой фундамент на котором я стою между там вот вызвали не вызвали куда-то в москву не очень часто зовут это вот аудиокниги всяческого рода фантастика там все но книги же прям сложно озвучивать их же там материала очень много прям прям очень сложность понимаешь в чем сложность она не в том что большой объем но ты же в конце концов не одним днем это пишешь сложность в том что ты с текстом наедине то есть если кино это сцены и реплики да это всегда какой какая-то сегментация по включению то есть сейчас мы умираем сейчас мы радуем сейчас мы прочее а здесь у тебя большое единое полотно которое ты изо всех персонажей из-за автора должен довести от начала до конца и желательно там ничего не перекривлять не перри не перепривнести лишнего от себя но при этом вот еще и замысел автора оставить но вот это сложно это такое владение долгим длинным монологом потому что все вот эти переключения с автора с прочей вот эта плановость какая-то она ну не простая но она нарабатывается как и все но это по сути вот когда-то тяжело то есть первый раз был конечно так о как много там 15 часов первый вот это же прям с утра до вечера нужно сидеть нет а почему ты ставишься какую-то выработку но у меня там например я получается в хороший день там чистого материала то есть уже без дублей без всего уже прям вот готового к сдаче ну часа полтора два можно выдать за 6 часов часа 3-4 реального времени ну потому что можешь там оговориться тебе надо сделать перерыв ну то есть вот вообще нормальная смена озвучения на студиях и на дубляже в том числе она ставится 4 часа в среднем это такая вот базовая смена бывают долгие смены бывают большие но грубо говоря ты в пределах этого времени ты остаешься эффективным просто дольше ну вообще больше четырех часов как говорят фуниатры ну тяжело травмоопасно для голосового аппарата естественно работаешь больше бывает потому что вот ты вроде сел книжку писать тут что-то рекламку прислали тут что-то это потом еще в какой-нибудь некоммерческий проект чем тоже позвали вот вот сегодня позвали чуваки по фану делают локи я думаю ребят на кого я локи что-то не надо попробуем вот записали серию посмотрим что получится я буду думать но не знаю я просто понимаю что ну очень проигрышная ситуация делать известного персонажа когда сейчас если я правильно понимаю саша гавририна для кого-то пишет но официальный голос локи ага а ну то есть какие-то студии в интернете в общем с ним любом да в интернете по любому с ним озвучка будет дисней естественно ничего не купил дисней на нас насрать как на рынок дисней плюс пока что да пока что по крайней мере но локи с голосом из дубляжа по крайней мере с основа именно с самим локи будет сто процентов вот это же всегда проигрышная ситуация то это такое если кто-то если зритель привык к кому-то за персонажа даже есть объективно сделать лучше а я нисколько не претендую ну скорее всего ты нарвешься на хейт потому что привыкли привычка она важнее качества к сожалению слушай кстати вот раз мы эту тему затронули new studio lost фильм кубик в кубе кто еще есть алекс фильм алекс фильм резко их же сейчас очень штук наверное пятнадцать можно насчитать разных студий сейчас good people хорошие тоже я скер который есть да и скер тоже ты понимаешь в чем дело обрати внимание что студии то до хрена по большей части актеры одни тире я заметил это в ничдереске в ничдереской студию там смотри в ничдереской студии половина голосов из lost фильма да а потому что они изначально были питерской студии сейчас они в москве есть поэтому там и московские артисты появились они когда стартовали как проект у них видимо была студия только в питере потому что были только питерские голоса а сейчас у них есть и московские lost фильм чисто с питерскими работает всю жизнь это прям ну видимо когда им так удобнее коммуникации в последние последние лет пять все стали дергать всех из москвы и из питера то есть потому потому что есть возможность писать всегда можно пригласить актер там на студию на какую-то дружественную из питера записать нормально есть еще но назовем их типа классом пониже там да там менее профессиональные актеры это какие-нибудь байбаку байбаку колдфильм я вот это жопа вообще я избегаю я избегаю выпустить ну да кстати вот это тоже тема то что выходит на на этом и нужно прям да и нужно прям максимально быстро выпустить и там бывает что прям ну совсем плохо озвучено давай скажем давай скажем честно среди тех студий которые мы перечислили тоже не всегда стоит задача сделать качественно тоже порой задача быстрее конкурента выпустить и бывает и с переводом то есть условно вот базовый средняк это lost фильм это всегда будет более менее попадание по персонажам это будет норм перевод скорее всего конечно с купюрами без матов без прочего это пожалуйста это кубиком вот но это будет нормально но это можно смотреть кубиков например кураж бомбея ну например гоблина я бы вообще в этот перечень не вносил потому что это немножечко это немножко другая категория потому что это здесь это не просто артель артистов которые озвучивают кино а это уже бренды которые озвучивают кино потому что на кураж бомбея это фирменная какая-то озвучка с его вот его вот этими приколюхами вот эти да всем гагаши и прочим там то есть это уже именно брендовая какая-то вещь и но не каждое кино я помню я охерел когда я такой что происходит адаптация она справедливая или слышать когда все ненавидят криса я помню смотрелся ненавидит криса очень давно не там был момент я вот с него выпал когда этот значит главный герой которого играет не главный герой а который отца играл да 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 ты рекрус да и вот он начал что-то там убираться в квартире и вот он в спортивках танцуют и там тишина там идет музыка ну тишина музыка и он танцует и в этот момент просто никто ничего не говорит там штанцы посмотрите какие штанцы это вот это вроде как бы и от себя тина отчасти но в то же время она такая не вредящая контенту и она вот вот эта уникальная фишка укража в этом конечно невозможно например теорию большого взрыва есть же официальные многоголосые закадровая озвучка парамонт камеди по моему парамонт но это я знаю что это на новомедиа писали суть в том что но она так не цепляет уже ну вот но не цепляет она так как кураж у куража вот у него просто природный талант у него какое-то вот чутье вот на эти типажи он их прям вот то есть он не актер по образованию ничего но он прям природой чувствует вот нутром эти эти персонажи у него рождаются поэтому он интуитивно по сути да интуитивно конечно играет то что это был такой с меньшими проблемами по авторским правам интернет он был первый в таком сегменте но все равно если бы он это делал плохо и не талантливо ну вряд ли это было бы интересно вот у него именно вот это вот чутье на типаже кубики тоже вопреки тому что общее мнение что кубики цепляют тем что у них маты мне дело не в матах дело не там про они естественно у них очень крутые переводчики на одни из самых лучших работают если у них переводчиков по крайней мере вот в этой сетевой истории и они грамотно это адаптируют то есть они не ставят лишний мат там обстану обстанная лексика там где она есть но и плюс все равно у них есть вот это харизма в их дуэте ольги и руслана то есть она вот присутствует и они этим цепляют и они очень хорошо зацепились и зацепили всех естественно на отбросах на сериале я не представляю как можно мисс фит смотреть но в другом каком-то касте а он есть там по-моему на кинопоиске есть за кадр там пятиголосый но он уже вот как-то но не так вот он цепляет вот вот они поймали вот этот вот вайп вот это настроение вообще умение вот поймать этот вайп вот эту фактуру передать что и цепляет слушатели это вот мы даже не умение это наверно какой-то дар природный я не думаю даже сейчас я пытаюсь вспомнить с какого сериала я начал смотреть в кубиках я не могу сейчас вспомнить потому что у меня ощущение как будто я всегда смотрел в кубиках но по факту я понимаю что лет я точно знаю точно что с отбросов это прям вот я вот смотрел отбросы и потом они уже стали попадаться ну потому что попали в поле зрения остальные студии понимаешь вот яскер там кто не буду это артель рабочие то есть я сейчас меня полетят конечно помидоры но это те же колд фильмы только на другом качестве на техническом уровне у них есть там физическая студия в москве там или еще где-то они имеют выходы на артистов профессиональных артистов дубляжа которых могут позвать не у студия там до определенного времени я не знаю как сейчас многие артисты кто могли писались дома артисты дубляжа это тоже практика такая есть соответственно но у них все равно вот эта гонка есть сделать побыстрее побольше ну правильно потому что они с этого заработают это деньги люди зарабатывают деньги и ну осуждать за это не могу ни артиста в дубляжа не эти артели тупо потому что работа артистом дубляжа это не сахар не купаются люди в гонорарах большие гонорары за дубляж за озвучки они есть наверное у единицы артистов как правило тех которые ну везде ну например есть такой вот замечательный артист блестящий голос всеми узнаваемость сергей чунишвили все что оставалось от уолтера ковача умерла той ночью вместе с девочкой с тех пор был только роршах чунишвили так востребованы у него хорошие гонорары потому что он везде он бренд войск каналы стс он до хрена читает аудиокниг он актер театра он в театре мелькает он в кино нет нет да появляется в дубляже его тоже зовут и доминик торетто без него сейчас уже ну не представляют дизеля да хотя сам он так скептически иронично в каком-то интервью сказал да я же не озвучиваю я просто говорю за лысого мужика с потухшими глазами кто-то другое может быть это сделал бы хуже понятно что у него гонорары ну звездные крутые там всел борис кузнецов говорил что ее преследует дикая охота не было бы тяжело в это поверить если бы не вчерашние севолод кузнецов я так полагаю что я так понимаю что он больше как бы сконцентрирован на игровой озвучки фильмах меньше в кино потому что меньше в кино там условно в океану ривза брэда пита и тома круза стала да а это его прям коронные были это во-первых а во-вторых плюс он же сам режиссер дубляжа и половину по моему почти весь дисси вот в том числе знает снайдер кат там бы это же он режиссер дубляжа дисси вселенной то есть почти все делает он поэтому как бы ну там особо некогда я помню что снайдер катюм по моему там вообще где-то на эпизодах что-то брякнул ну вот сам он как просто он я так понимаю он сам как режиссер старается себя в свои картины не ставить потому что это немножечко ну неудобно до самому себя режиссировать все-таки когда есть взгляд со стороны это как-то ну буб более правильно может выйти по числу не смог он себе отказать ну ну в этом в отряде самоубийца потому что вы этот господи уилл смит ну да надо надо было поставить просто все привыкли опять же к кузнецову за уилл смита не знаю кого из москвы можно было еще поставить может быть он решил не рисковать это же тоже такие решения кастовые всегда они 50 на 50 до классно подходит но еще и какие-то так сказать маркетинговые решения могут быть и прочее прочее то что какой-то официально естественно документальной закрепленности актера дубляжа за каким-то голливудским актером нет но она есть в народе условно говоря если вдруг джонни деппа в пиратах карибского моря начал бы озвучивать резко несколько частей другой человек но люди бы это конечно восприняли почему ну да если условно брунова снять с дикаприо то все охренеют на самом деле ну скажем актеру придется прямо очень сильно косить под бруновский либо это прям должна быть совсем вот не бруновская роль другая вообще роль то есть все таки дикаприо он конечно везде разные но у него есть общий базис до в которую брунов блестящих попадает но это должен быть какое-то прям совсем другое дикаприо ну либо очень молодой как вот в титанике или поймай меня если сможешь там понятно что там просто поймай меня если сможешь у нас выпускали когда брунов уже работал но тогда еще брунова на дикаприо не вставили но там и дикаприо он еще так он уже конечно там взрослый но он все равно более по мальчишески выглядит и наверное голос брунова тогда бы но не сросы да 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 в общем вот кузнецов он не не сконцентрирован только на играх просто сейчас его больше зовут на игры но и опять же у него самое вот крупное за последнее время вот был ведьмак огромный ведьмак у вас у вас у вас у вас был раньше да да и так он есть знаешь какие выходили вот эти сейчас мэн оф мидден дарк пикчерс вот эта антология хорроров он там тоже последний в какой-то по моему озвучил профессора какого-то там было да там есть такой персонаж который как бы связующий психиатр и профессор но это не концентрация его вот как артисты только на играх нет у нас артисты везде то есть абсолютно пишут на самом деле у него очень хороший узнаваемый голос хотя мне конечно нравилось что раньше вот он мне кажется новым в силу возраста он что ли я просто помню как он делал в часе пики такера должны отвезти меня консулу сейчас старик сидит тихо и молчи у нас нет демократии а да ну серьезно это же он да это кузнецов 20 миллионов вы что похитили челси клинтон это кузнецов и не блестяще конечно а вообще у меня любимая из его озвучка старых это закадровая озвучка это был такой французский фильм замечательный наверняка знаешь пришельцы с жаном рено и кристианом кобье и он жанр и но там озвучил но дай нам мужество сражаться и пусть свершится воля твоя за кадре но там клёвый многоголосый за кадр там прям хорошие артисты подобраны там леонид белозорович озвучивает к лобье и вот жанр и но кузнецов очень классно очень круто это двигаешь на озвучку отношу было одной на тв собственно с ней гоняли охренительные просто они там такие классные прям гомерически смешно слушаешь на первых что скажешь по поводу претензий к нашему ну смотри объясню сразу давай небольшую базу объясню есть такой блогер константин кадавр и него есть очень классный ролик про дубляж хорошо но переводчики же над мозги это же даже это же не перевод а говно они перевели hangover как мальчишник в вегасе и чё это вина не переводчиков это вина прокатчиков которые считают зрителя слишком тупым от адаптированного названия дубляж плохим не становится до становится плохим в интернете постоянно пишут что у нас отвратительный дубляж у нас ошибки в переводе что там теряются какие-то нюансы ну ты чсв-шный мудила ты чё правда высокомерная мразь думаешь что походив два года какому-то там репетиторишки и посмотрев три сериала с субтитрами сможешь улавливать какие-то там нюансы лучше чем человек который занимается этим десятки лет ты правда настолько самоуверенный помоечный чёрт что думаешь будто после пары лет каких-то чмошных курсов сможешь на английском языке понять что-то такое чего до тебя электората не смог донести профессиональный лингвист и переводчик то даже я сам в симпсонах слышал когда даже на 20 сезонов у тебя пример одной неудачно адаптированные шутки может быть переводчик ее просто не понял и перевел дословные на этом основании ты ты теперь решил что сможешь понять все на английском языке все на языке оригинала ну ты мудила посыл в том что в россии одна из лучших школ дикторства и вообще дубляжа на озвучивание дубляжа да да и жаловаться на то но просто у нас же сейчас как у нас же постоянно вот смотрите в оригинале смотрите в оригинале но далеко не каждый человек на том уровне понимает английский чтобы мог спокойно смотреть что-то в оригинале давай вот так смотри смотрите в оригинале это выбор у зрителя особенно в наше время когда такие технологии возможности должен быть выбор я например более-менее язык знаю и когда я хочу послушать антони хопкинса прям антони хопкинса в его ссу я включу себе английскую дорожку субтитрами без субтитров и послушаю если я хочу посмотреть кино не подключая мозг еще до переводить себе до адаптировать что-то даже это напрягает а кино все-таки ну искусство визуальное по большей степени и концентрироваться надо на этом поэтому я и субтитры не очень люблю постоянно у тебя глаз бегает вроде картинку надо смотреть а у тебя ты 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 хотя как бы я да в силу профессии читаю достаточно быстро есть неудачи нельзя говорить что у нас дубляж прям вот безгрешный бывают не очень хорошие работы бывают неудачи безусловно и каст не совсем удачный перевод в первую очередь конечно же ругают перевод по большей части потому что бывают и купюры и косяки проблема в том что зачастую у нас зритель в массе своей который критикует он не знает вот подноготный внутренний в какие сроки в каких условиях за какие деньги это делается потому что ну люди бывают наверное думают что там все в миллионах купаются и просто ленятся что-то сделать а бывает так что сейчас просто проще потому что интернет технологии все дела вот например раньше когда была пленка вот везут условно менеджер какой-то копию фильма с пленкой тебе на студию дубляжа а ее взяли на таможне и задержали и у тебя вместо двух недель на картину хиракси на картину неделя а может меньше и начинаю и начинается сейчас с этим можно я комментарии вот здесь пишет как раз у нас пользователи incognito пишет насколько я понимаю скандинавов просто показывает оригинал плюс субтитры насколько я знаю вот я работаю в разных там странах я ходил в кино продолжал ходить кино и там показывали всегда оригинал плюс субтитры на местном языке это что в турции что в таиланде там что там в условном египте в израиле также часто показывают то есть у тебя идет просто оригинал плюс субтитры и так в основном в мире делают ну в принципе и вот он пишет что типа от этого они так хорошо знают английский язык скорее всего это связано с тем что у них очень похожая групповая языковая группа и млево первых языковая группа во вторых почему у нас вообще развивался искусство дубляжа и не только западных я имею ввиду ин англоязычных франкоязычных картин на нас надо вспомнить что был такое как бы государственный строй как советский союз и у нас были союзные республики и снимали кино армян какой-нибудь фильм киев науч фильм в таджикистане в казахстане эти картины же все тоже дублировались то есть могли снимать кино какой-нибудь там прорабочих местом национальном языке на казахском языке да но тонировали его уже русскоговорящими артистами чтобы можно было показывать по всему союзу просто не ожидал я думал меня в москву пошлют а мне очень хочется увидеть товарища ленина а товарищ ленин очень хочет видеть вас в родном кишлаке от этого тоже школа как бы это развивалась потому что ну условно говоря если английский тогда собственно английский тоже да у нас был железный занавес все это было понятно поэтому так это формировалось понятно что сейчас это английский это международный язык и худо-бедно его надо бы знать любому но тогда этой речи не стояла а ну учить казахский только ради того чтобы смотреть кино на казахском ну наверное не очень да я думаю просто про английский сейчас все говорят английский хорошо но французский я думаю не все будут учить немецкий подавно а польский а чешский но давайте учить тогда все языки да плюс иногда зачастую бывает что хорошо английский язык нам по мелодике более близок и понятен то что это грек романская группа 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 языков это все все равно как бы вот про латинские корни какие-то там все равно что-то где-то рядом и мелодически хотя конечно все равно интонационно это язык другой и большой грех в дубляже бывает когда начинают срисовывать мелодику западную на русский язык интонировать вот и знаешь я озвучивал для одного крупного паблика тогда был жизнь youtube ну в контакте я озвучивал много всяких видео ну в какой-то момент я целый годом делал озвучки но просто за пиар по сути они публикуют и значит я тебя смотрел ну вероятнее все на какой-нибудь ролик попадал и вот в английском проблема ну для нас как для русскоязычных в том что при переводе в том что их язык короче звучит всегда во многом те фразы которые в русском звучат длиннее всегда корейский с корейским вообще настолько компактнее чем русская фраза озвучивал какие-то корейские сериалы ты сидишь такой думаешь как это лошадь если с английским просто нужно посидеть подумать там я сидел игрался с этой фразой как-то переиначивал ее чуть-чуть можно перекомпоновать так ну не прям убивая все а вот да вот то есть с английским понятно а вот например японский китайский какие-нибудь языки вот индийский например да вот хинди там какой-нибудь финский тот же да вот сейчас вот пользователь бдс в чате пишет что живет в финляндии у них оригинал плюс субтитры все кроме мультфильмов до мультфильмы особенно диснея делают диснея вообще делает максимум локализации на все языки потому что понятно что они ориентируются на самые леток в кино то есть ты думаешь им с субтитрами показывать или показывать просто на английском языке но в кино идут развлекаться кому нужно это этот геморрой пришел в кино посмотреть отдохнуть условно особенно в развлекательном кино да какой-нибудь боевик ты будешь сидеть еще переводить себе должно это все делаться это я как-то я как-то кстати я в целом я в оригинале уже давно ничего не смотрю но я одно время угорал по этой теме смотреть в оригинале даже без субтитров то есть именно ну на на английском условно например один из моих любимейших сериалов во все тяжкие когда выходил последний сезон я смотрел тогда в лостфильме а лостфильму требовалось до трех дней на перевод на тот момент был 2013 год последний сезон выходил я боялся словить спойлеры потому что люди любили тогда промышлять спойлерами в новостной ленте и я такой не все я буду я весь последний сезон но половину последнего сезона которого они отложили я его весь посмотрел в оригинале и в общем-то мне понравилось на многие вещи конечно мне прям ну мне понравились именно за счет того что голос у того же голоса у актеров особенно волтер white как он отыгрывал голосом там многие сцены прям до глубины души поражали именно тем как она тот же самый last of us я прошел в оригинале и потом уже будучи в россии я тогда был в таиланде и мне ну не было возможности купить то же самое last of us на русском ну никак то есть скачивать со стора тоже не мог по той причине что и медленный интернет потом вот ты это чувствуешь только когда ты сначала прошел в оригинале или посмотрел в оригинале и потом идешь смотреть с переводом только в этом случае там но для того чтобы прочувствовать это ты должен уже обладать базисом английского чтобы понимать о чем говорят но хорошо знать и да и проблема заключается в том что я знаю нормально английский язык но смотря сериал в оригинале я напрягаюсь то есть я не могу отвлечься сейчас понимаешь что сериалы смотрятся в два экрана я на мозг работает в режиме переводчика да ты сидишь ты две серии смотришь и ты уже устал вот в этом как бы для меня казалось бы ну всегда конечно все равно был особенно такие вещи как все тяжкие какой-нибудь настоящий детектив это все-таки такие уже бдс я я хотел это как пример привести типа если вы кичитесь где где-то кичитесь тем что вы знаете хорошо английский запустите первый сезон настоящего детектива потому что там можно я сейчас не хотел материться но ёбнуться можно точно потому что я смотрел первый сезон очень много раз и запустив на английском телеги макконахи да да я не знаю как вот самому себе переводить еще смотрите успевать все понимаете за всем следить дойдите в жопу это нереально нереально потому что он на хасец и он изображает лузианский акцент что в итоге превращается в какую-то кашу из мы опять же забываем вот про всякие диалекты которые нам могут быть непонятны то есть ты можешь знать базовый английский так сказать из лингофонного кабинета когда тебе today помнишь ютубе было помнишь ютубе было видео где типа шотландец разговаривает сирия когда хороший британский скетч 2 шотландцы зашли в британский лифт с голосовым управлением назовите этаж и левен и в общем они так уехать и не смогли вот это про эту же историю нужен ли не нужен дубляж это очень дискуссионный вопрос это я считаю так мое вот мнение он нужен тем кто хочет готов смотреть в дубляже если ты хорошо знаешь язык для тебя это так важно сейчас благо в больших крупных кино сетях и так как мы большинство сейчас смотрим все дома есть всегда возможность посмотреть в оригинале если ты так не любишь это если ты считаешь что это настолько по твоим вкусовым вот предпочтениям это настолько искажает там оригинальную картину значит тебе не нужен дубляж так и не смотри его я вот эти войны я их не понимаю то есть я не понимаю когда идут идет война ну блячу его запретить теперь из-за того что тебе не нравится тебе не нравится 100 человек на 1 тебя скажет я блять не хочу смотреть субтитрами мне неудобно а мне кажется знаешь я у этого проглядывается элемент снобизма некоторого когда человек просто такой ну просто хочет это конкретно то есть люди которые прям очень апеллируют к этому да 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 что они просто у нас в высшем обществе смотреть с дубляжом не принято дескать что эти ваши ваньки русские могут наиграть лучше хопкинсов никто не старается быть лучше хопкинсов вообще задача дубляжа это перенести все что было задумано максимально вот как оно было задумано не всегда это получается опять же это очень это это вот знаешь базовая история вообще искусство объективно оценивать невозможно да это моя любимая тема кстати объективно как я там не знаю показатели выкачки нефти можно оценивать субъективно экономические какие-то котировки индекс доу джонса можно по чисто математической точки зрения оценивать искусство любое в том числе и кино и в том числе озвучение кино это все субъективно и вкусовщина нет понятно что если сидит кривой косой шепелявый ничего не знающий о логике речи неподготовленный человек и что-то там бумит это конечно ну это безговорочно плохо не мы конкретно говорим да это понятно что ты должен соблюдать технические моменты а то есть когда вот вот работает ну вот опять же сейчас куча вариантов но не нравится те в дубляже блять наверняка кто-нибудь сделал за кадр те же какие-то яскьеры гуд пипл или и диреска наверняка сделали за кадр я например мне не очень понравился дубляж фильма зеленая книга но замечательный за кадр сделали и диреской то есть я вот мне вот это соотношение русских актеров не отыгрывающих на сто процентов и оригинала вот прям вообще замечательно я кстати знаешь почему бы вот я помню еще перевод на в 90-х на кассетах когда у тебя диктор за кадром он эмоцию вообще не отыгрывал потому что эмоцию ты слышишь у актера и ты как бы накладываешь на монотонность вот про эмоции это смотри какая история 90-х это ухвхс если ты затрагиваешь там михалёва влада они вообще там ничего не закладывали они просто набубнивали тебе субтитр как могли потому что они декламаторы они переводчики синхрониста им важно донести информацию но они переводчики замечательные интер есть вот михалёв конечно некоторые картины которые ты тогда посмотрел в михалёве сейчас в чем-то другом смотреть невозможно потому что можно блять начните с того чтобы возьми свою трубку бля засуни в жопу бля дай мне машину во первых по переводу это точно и правильно и это еще и классно подано да естественно много себя туда добавил но это все-таки такое полулегальное поле а если говорить знаешь какая какой был период классный даже на первом канале так показывали чужого первого там был по-моему герасимов артист озвучивал один все кино артист герасимов озвучивал хорошему поводу бля это классно кстати слушается вот ты в какой-то момент ты вообще те похер что он один что он там за всех и за мальчиков и он не разграничивает прям там кривляя вот я сейчас за девочку вот нет он так относительно ровненько там чуть тончих вверх чуть тончих вниз как бы вот разделяя их ну блин так классно я вот я прям очень рекомендую как вот опыт как экспириенс вот найти вот есть это и на раздачах есть в интернете можно найти вот с озвучкой герасимова это первый как по заказу первого канала сколько я помню был такой за кадр и это очень интересно то есть это не не привнесение индивидуальности как делает гоблин или кураж бомби это прям актерская вот чтецкая такая чтецкая актерская работа по переводу но блин ты вот смотришь прям кино кино это клёво сделано вообще то есть такие варианты у луисе кей был стендап какой-то там памятный вечер где ему там что-то вручали и он рассказывал историю про то как он ездил в россию в начале 90-х он работал то ли на snl то ли на ну вот где-то на каком-то скетч-шоу он работал комиком сценаристом они почти все на и сына выработали да и он тогда получил от ну у него произошел отпуск и он такой ариш надо отдохнуть и он решил отдыхать в россии две недели поехал туда увидел в эти детей которые клея не ухают он там про всякое рассказывал но самое забавное то что я увидел это когда ты включаешь телевизор там идет какой-нибудь американский фильм он горит ты слышишь как говорят на английском но потом идет русская речь и он такой я не понял что происходит для по моему попал за кадр как явление вообще только у нас есть в кино именно в кино закадровый перевод но у нас это возникло в преимущественно в 90 то что это немножечко дешевле чем дубляж малый каст актеров можно вообще в два голоса дяденька тетенька посадил и погнали вообще у нас же он же еще и пишется то есть если в дубляже вы там по репличке по сценке идете там записали писали в дыхание попали а здесь я просто писал такие потоковые за кадры могут на 4 голоса как-то писали там на студии если я правильно помню вот мы садимся как за парту 22 значит вот так столик мальчик девочка ширмочка такая ну поролоновая чтобы вот она чуть-чуть гасила и там тоже за столькой мальчик девочка вот один микрофон на двоих у вас планшетик ну потому что уже листочки шуршат сейчас планшета блага есть там монтажный лист с расписанной по именам те горят ты озвучиваешь колю васю петю саневу сережу а и прям звукорежиссер нажимает рик пошла тайм-код и ты по тайм-коду вот так вот здравствуй сара сара там рядом с тобой сидит привет майкл и вы похерачили это дело там если что-то где-то говорилось стопанулись подхватились пошли дальше и это так вот потоково пишется и так так это пишут за кадры на канале культуру так много пишут но все зависит от мастерства конечно актера да с листа и от чтения вот такого быстрого с листа там подключения но это такие за кадр там меньше надо вот что-то играть за кадре вообще не надо что-то сильно играть там на просто нормально по-русски говорить в предлагаемых обстоятельствах начинают как вот ты сказал вот я зацепился за эту фразу я очень люблю как вы отыгрываете эмоции актер не играет эмоцию потому что он ничего не проживает не надо ничего проживать на сцене в кадре потому что если ты будешь все проживать прям по чесноку проживать ты в дурдоме окажешь после вторых съемок ставишь играть там три раза подряд в нескольких фильмах как у тебя там маму убили ну пиздец все у тебя кукуха уедет самое поразительное в актерском искусстве что эмоции это вызывается в зале ну я себя к актерам не актеры не любят когда такие как я вот выскочки из очень больших любителей причисляют себя поэтому я скажу так актеры зачастую на сцене не эмоции играют они играют в обстоятельства от уровня их мастерства и понимание материала и работы с ним эмоция возникает в зале хороший пример есть такой режиссер дубляжа александр фельченко это феноменальное событие для нас то воронежская студия дубляжа который занимается аниме реанимедиа это да 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 слышал горячо любимы в стане анимешников особенно то что они действительно очень крутые дубляжи делают это слушай я где-то даже смотрел какой-то ролик то ли у лейтера то ли у кого где он приводил пример где они даже лучше оригинала там они понятнее оригинала они классно адаптируют потому что японская мелодика японское интонирование не всегда понятно в русском языке то есть она страдает в кадре по анимации это видно но по-русски это звучать должно не так просто потому что вот мелодика языка другая характеристики другие они это очень хорошо учитывают у них есть вот прям такой хороший крепкий подход я как-то на эпизоды ездил к ним озвучивал там небольшие ролики году в четырнадцатом и вот как раз фельченко в одном каком-то ролике говорил очень хорошо что ну нельзя в лоб играть вот в лоб играть эмоцию мне страшно я сейчас буду только это это глупость это фарс и это может вместо задумывать то есть задумывалось чтобы зритель зале там переживал за персонажа они ржать начнут ну потому что это фарс превращается условно вот он классный пример привел типа ну базовый какой-нибудь фильм ужасов девочка какой-нибудь страшной ебаки бежит да вот она там что-то карабкается по каким-нибудь скалам от нее но вот неужели вы думаете правда что в реальной ситуации девочка бы думала только о том блять как мне страшно она думает обо всем сразу и о том что она блять ебака страшная господи как тяжело ли по этой сраной скале пиздец маникюр я весь подрала себе то есть здесь сразу все мысли и вот актер хороший он должен вот и это послать в зал а уже зритель испытает эмоцию блять как страшно господи честь не будет вот чему учат и чему учатся артисты и учатся овладевать а вот это вот сыграть эмоцию ну невозможно сыграть эмоцию ее можно только как-то подать туда это вот это ну это знаешь это такой метафизическая история это взаимообмене вот энергиями с залом например в театре когда да и даже в кино то есть равно это нет нет чувствуешь сейчас многие актеры дубляжа могут отчувствовать и актеры кино по отзывам на кинопоисках или еще где-то когда их начинают чехвостить почем зря по делу и не по делу это вот внутренне профессиональный актер он может на спектакль особенно в репертуарном театре когда ты по сто раз блять одну и ту же пьесу играешь он может думать о том что он там утюг блять не поставил включил не включил а сегодня сосиску надо купить на ужин жена сказала а то пилить будет но при этом на своем мастерстве своем владении техникой и понимание что он делает где он находится что он и как говорит в зале все равно будут испытывать то что заложено пьесой то что нужно да они же в театре вообще насколько я понимаю там могут по от трех до шести месяцев вообще репетиции вести для того чтобы потом начать открыть сезон спектакль может делаться и год и не год и больше все зависит от материала режиссера в концепции там и прочее я в театре в профессиональном не работал я в любительском занимался и там игр играл да но это все да и понимаешь чем дело репетиция ничего не значит понимание что получилось или не получилось приходит спектакль на десятый потому что то что вы на репетициях сыграли это одно когда еще включается зал ну да зал же тоже дает да 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 реагирует это друг это другой уровень немножечко существования при зале да все равно это вот работает и потом это кстати вот можно даже вот пример привести мы мы с тобой до эфира общались и во время эфира это все равно разное общение потому что здесь еще вовлечена третья сторона в виде зрителей которые может быть там и молчат сейчас но при этом они же все равно словно нам надо делать чтобы они не заснули там и прочее да 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 в кино немножечко не так потому что в кино это и сложнее как раз потому что ты тебе надо сделать раз и в вечность все ты не переиграешь потом ты не выйдешь по-другому ты не зайдешь по-другому все это уже так сняли и так смонтировали если сделали это хуёво то это в вечности останется навсегда понятно что если это будет дерьмовое кино про него забудут и будут там только иногда ржать смотреть смотреть как они хуёво сняли но она останется вот так поэтому здесь немножечко мера ответственности другая но и все-таки так как это 7-минутное действие онлайн всегда можно переснять а снять и прочее да то есть вот свои нюансы в озвучке также то есть у вас есть маневр с режиссером когда вы включены вот мы сделали дубль блин а давай попробуем вот так а давай выйдем на фразу по-другому что-то вот она то здесь просто еще подключается нюанс клеится не клеится с лицом прочее то есть здесь тоже этот момент такой он слышал стать сейчас новую фишку что вроде как кто-то из мейджоров киношных запустить хочет запустить тестовый сейчас проводит нейросеть которая будет губы да 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 я видел ролики но пока это очень херово выглядит да да мне кажется мне кажется что это еще типа лет пять потребуется чтобы они доработали мне кажется это даже если это прям очень хорошо с точки зрения ну то есть это будет выше в сто раз усов кевилла в лиге справедливости люди на домашних компах делали года три назад лучше чем это сделали там знаешь в чем мне кажется будет проблема состыковать артикулят если надо перерисовывать артикуляцию надо перерисовывать и глаза и какие-то позы будет вязаться ну да будет видно в клее отдельно существовать от глаз от таймингов каких-то хорошие старые актеры дубляжа многие в интервью если посмотреть есть такой на ютубе цикл передач легенды дубляжа очень классный очень познавательный очень хорошо часто встречается такая фраза от них мы не стараемся в губы зачастую даже попасть мы попадаем в глаза это очень важная история может понимаешь как бывает вот бывает идеальный липсинка прямо уложили текст прям все в каждый слог в смык попадает а вот она вот по внутреннему состоянии ну блять не клеится с картинкой хоть обосрись но вот но не подходит ну вот срастается она для тебя как для зрителя а бывает вот липсинг такой где-то что-то проморгали где-то что-то по услугу прошрамкалась но блин он настолько в настроении артист в том в том состоянии вот в тот же посыл градус тот же что похрену ты на губы на эти даже не смотришь как классно я уверен что сейчас вот если так вот нарочно так сказать слупой сесть и посмотреть какие самые классные дубляжи какие-нибудь выдающиеся окажется что очень много каких-то технических косяков в плане там мимо губ чего не сделано но когда ты не акцентируешься на этих губах блестяще все вот ну совпадает по состоянию мне очень нравится в этом плане но из старых советских вот фантомас луи де фюнесс у нас был такой артист что он но он блестяще делал до фюнесса то есть после того как до фюнесса сделал кениксонки до фюнесс вообще сложно смотреть с кем-то другим но естественно его еще и другие артисты делали потому что кениксон задал планку и там ну так как советская техника не цифровая там нельзя было микро макро что-то подвигать естественно там были какие-то рассинхрончики небольшие но в общем и целом при не самом идеальном липсинке в силу технических обстоятельств там настолько это актерски все все совпадало что ну про советские фильмы в детстве всегда думала что да это русское кино я смотрю не понятно да 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 очень хорошо старые дубляжи когда смотришь какие-нибудь вот таких вот фильмов типа там вот времен фантомаса там какие-то семидесятых восьмидесятых вообще там так это все прям но там много конечно дублей потому что там пленка там берется сцена она отрезается клеится кольцо запускается на проекторе и все кто заняты сцене артисты все у микрофонов сразу что нет дорожечной записи не подвигаешь и погнали я буквально на днях видел в тик токе отрывок как озвучивали любовь и голуби на белой с французского касс любовь и голуби да и они сцену озвучивали где они там все толпой стоят и одновременно отыгрывают по новой это прям прикольно для меня неожиданно потому что с площадке звук нормально записать не было возможности поэтому это все почти все советское кино пере озвучивалась всегда все сейчас очень много нашего часа но у нас сейчас старается просто хороший звук на площадке это дорого дешевле период но точка не всегда дешевле трудозатрат меньше но это как вот этот режиссер который снимал этот лес мизребле как он там отверженные с хью джекманом он же все писал на площадке и это было отдельная заморочи то есть это было настолько заморочи что они прямо это в рекламную кампанию ввели смотрите это уникальная технология мы все песни писали на площадке акта не в аранжировке а чисто ритмически там под фортепиано как-то так с какого-то угла проигрывалась музыка чтобы она потом в петлице к ним не попадала в микро а там брали сеть звуки и сводились уже с оркестровкой там да там конечно замуж ну ты знаешь как дорого это да это ж бизит наверняка денег стоит лучше подожди а вот когда они бум вот этот микрофон сверху на съемках где держит это просто чтобы можно было потом зацепиться записать и потом период ну смотри петлица берет ближний план а и ограниченный по частотам сигнал тоже мембрана маленькая бум берет чуть больше захватывая пространство и эти сигналы всегда как правило между собой микшируется чтобы у тебя было не чисто сухой звук близко к рту да и даже если такому микрофону вот я дальше отошел да у меня начала ловить с комната и и объем нашел ближе у меня комнаты меньше больше звука но он сухой это все это и как запасной материал и для балансирования звука то есть чтобы пространство потому что ты же в разных комнатах разных помещениях разные притормози а то у меня там долгий донат зачитывая так во первых фауз 21 века написал я сейчас позалипал позволь на озвучке твоего гостя господи его джокер варка в арком сити превзошел карасика а карасик у нас кто константин карасик это блестящий артист дубляжа играл в портал 2 ну когда-то давно да 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 играл но я не хорошо более понятный пример вас монтенегро из far cry 3 да 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 это константин карасик в арк хомосайлум в первой части трилогии игр про бэтмена которая дублировалась на русский язык он озвучивал джокера а я взял ролик из я делал просто мне ну мне хотелось это как раз из второй части где уже не было дубляжа ну я сел по ловил какие-то интонации поэта что марка хэмилла там хер переплюнешь там в оригинале марк хэмил удивительно что хэмил да в кино не так сильно вообще себя проявил ну условно у него после звездных войн только гайвер был а какой у него огромный спектр именно озвучки за кадр наверное это знаешь как эта проблема того что вот он так ярко в звездных войнах попал в такую крупную франшизу таким молодым и все кроме скайуокера визуально но он же в сериалах он же там во флэше играл там какого-то злодея в 90-х сериалах да вы из фильмов он таких вот гайвер я помню я смотрел омерзительная сцена где он превращается в таракана чисто кроненберг безумно безумно много сделал в озвучке джокера по сути он создал так вот сложно сходу но порекомендую несносные боссы я недавно хотел пересмотреть 2011 он достаточно легкий как мне кажется и там мой любимый ну кевин спейси есть особенно сцены с ним все сцены в этом фильме великолепно где он есть поэтому просто я практически я практически уверен что человек увидел уже и поэтому мне как-то сложно вот так взять его но я надеюсь что мы где-то попали спейси великолепен везде кроме как он трогает мальчиков злая шутка спейси блестящий вот тут славные парни еще при но нельзя сказать что славный парни прям совсем легкий это который из с этим с человеком фасолиной и с мыслингом и с расселом кроу да 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 он кстати очень нормальный боди муви такой клёвый рассел крол там такой толстенький клёвый я его люблю таким вот он классно состарился собака но не за он он готовится к роли гейба ньюэлла как мы все поняли очень хотя он же сейчас где-то зевса должен играть я не помню где только зевса серьезно зевса по моему вы где-то же показ поставили играть что-то была какая-то новость все еще жалишь он такой ну нормально по пожравший хорошо авторе 4-ми же в торе 4-4-4 вот видишь бахнув пельмени в блин слушай они владеют у голливудских актеров есть возможности за несколько месяцев поставить и фигуру себе и все вон этот господи и новановский есть лучший пример есть лучший пример помнишь в сериале сейчас есть лучший пример в сериале нет был это понятное дело ну уже как бы мавитон его вспоминать вспомнил во-первых пишет да да мы поняли спейси оправдали да да но это просто забавно забавно режиссером и голливуд на это насрать к сожалению для спейси для меня как для фаната вот его актерской игры он получился роль он сейчас получил роли я думал ему в итальянском там кино это знаешь это как герои рика далтона в этом однажды в голливуде в итальянских спагетти вестерна в итальянских драмах с кевином спейси вы ему вождать короче значит что я мысль потерял а вот по поводу марвел по поводу марвел вообще-то дну марвел уже сейчас по сути ну это как джекпот в голливуде то есть если тебя взяли в marvel ты обеспечен деньгами то есть если на первом фильме ты на долгое время да 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 если реально попал в каст то если первый фильм ты берешь миллион то следующий проект уже и 5 и 10 можно запрашивать за фильм то есть как это вот происходит там у них берут на человека за 500 тысяч в начале и потом пошло поехал с каждым новым фильмом с его появлением все больше и больше денег получать так вот помнишь сериал кремниевую долину да помню помнишь этого утропали или как его звали я ричард слышу как ты глотаешь не может быть пакистанский актер он же в этих вечных будет играть и вечных чтобы он же всегда плотненький такой был но видно было что он ну не сильно следит за собой да 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 и вот в вечных он накачался если ты сейчас загуглишь посмотри как он выглядит просто в вечных зайди загугли как он выглядит и ты офигеешь с того что видел что он подкачаны там такой жилистый хороший да я я к тому что то есть они взяли криса про то крис прат бам и превратился в красавчик решает парк и зону отдыха зон отдыха да вдруг стал да да короче нормально какой вывод какой вывод marvel возьмите меня с димой пожалуйста в какой нибудь сериал я уже не могу у меня нет другого выхода просто возьмите ну я не знаю на второй план но заставьте меня накачаться уже господи понимаешь они когда готовится они же больше ни хера не делают у них это жестко это жесткий это знаешь это же вот этот господи забыл как артиста зовут который в шазамы играл ты представляешь вот он по структуре дрыщеватый знаешь кто хью джекман я читал бедных хью джекман мне кажется он он ненавидит эту куриную грудку эти белки и жрать это все но ему для росомахи ему надо было набирать мышечную когда по моему дни минувшего будущего были да когда вот он как раз путешествие в прошлое но это же человек если ты смотришь как он в первой части выглядит он вообще ни разу да 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 он просто мужик мужичок такой обычный и не прочего и там описывали его тренировки что он дать ночью просыпался жрать эту курогрудку сраную в блевать уже и можно то есть там же тоже истязательные эти все меры этому не не хорошо для их здоровья но им за это хорошо компенсирует и платят денег они могут нормально хорошо полечиться потом поэтому здесь такая история это все равно какие-то жертвы генри кевилл ведьмак я объяснить я люблю генри кевилла я тоже но я обожаю мне нравится кевилл мне кевилл он выглядит как вот он у него вообще внешность в типаж как будто бы это какой-то человек из пятидесятых вот у него вся такая внешность кого-то мэдмен короче в плане ведьмака я прекрасно помню замечательный мем к кевилл как сильно я должен раскачаться для роли ведьмака нетфликс да да конечно такую машина сделали из ведьмака это даже по меркам игры это перебор а не вред его я считаю излишне большим сделали он не такой он типа должен быть жилистый я книга задрот я давний фанат этой вселенной я читал это еще когда никаких играх намек не было конечно капец он слишком красивый мужик ты слишком красивый ты молодец но это уже друг это другой ведьмак это гачи-ведьмак гачи-ведьмак это 300 банк слишком хорош ну вообще по поводу ведьмака я до этого у меня спрашивали про ведьмака вот сейчас на в начале стрима и у меня есть обзор на самом деле очень смешанное ощущение по поводу сериала я верю что в нем есть потенциал на будущее но первый сезон был очень просто как фэнтези сериал норм с привязкой вселенной ведьмака я все видел 100 рублей пепеди гранда спасибо за 100 рублей я все видел но спасибо французскую ты ему в рот ебал спасибо хорошие не в такой не в таком ключе ты понимаешь ведьмак же полуру и по книгам это же он же постоянно жрет какие-то эликсиры постоянно на каких-то допинг он должен как-то болезненно наверное больше выглядеть выглядит как бомж потому что он вечно в каких-то сраных обносках он блять все время хуй пойми где ночует у него драная одежда он описал он в первых с первых же моментов там в книге у него хриплый неприятный отталкивающий и голос и внешность то есть у его положительный статус он вопреки его внешности это должен быть вот такой контраст более-менее к этому приблизились только в первой части игры но просто потому что тогда графика такая была поэтому был ведьмак страшный и он походил на то что должно быть а дальше его его очень облагородили хороший комментарий хороший комментарий space inside пишет кевилл круто было бы если бы он бонда сыграл мне кажется вот прям крэйк рейк уже старый да видно да уже вот даже по трейлеру последней части видно что уже тяжко да вообще он когда крэйк вот пришел только во франшизу я смотрел он мне показал я мне показалось знаешь почему его выбрали он чем-то похож на вот коннери в лучшие годы бондовские у него вот есть что-то во взгляде такое же и вот по этой вот какой-то вот вот он он запал а тогда мне кажется кавилл был бы клёвым бондом и вот на долг я очень доволен на самом деле у меня типа задача стрим закрыть на 5 косарей каждый стрим я очень доволен но это немножко перебивает но потерпим вот 5 гранда 100 рублей спасибо за 100 рублей он прислал ссылку мы позже уже после гостя будем смотреть ссылки он данный донатер меня мучает этим пашей техникам и мне приходится смотреть композиции этого контейнера он говорит вы не понимаете короче по поводу генри как мне кажется его взяли все таки потому что он еще сам был заинтересован в этой роли но так он же и топил и когда они в свой netflix в свое распоряжение получили топового актера все-таки на тот момент он как ни крути еще он ищет сейчас на самом деле остаются и на тренинге все нам пусть выглядит вообще как этот как дэйв батиста понятно что как бы все конечно бы во влажных мечтах у всех был мац миккельсом что конечно да кстати было бы идеально наверное если вот на то пошло да если бы актеры с польской экранизации жибровский ну он кстати очень хорошо так скажем постарел он тоже здорово выглядит до сих пор нужно 8 сезонов делать если у тебя актер к восьмому сезону превратится прям в развалюху они в четвертом сезоне так блять постарели просто пиздец там просто смотришь вот первую серию первого сезона и четвертый сезон шерлок бирбэч фриман они папе они деды и просто ужас и никаким гримом не скроешь ну да есть такое мысль мысль про польский спрашивают в комментариях у дима есть канал я закрепил комментарии в чате ты можешь кликнуть там есть ссылка на тик ток и ссылка на youtube на youtube и мало чего-то выходит я просто не умею так вот основательно комплексно формали понимаете озвучку просто выпускать на ютубе трудно потому что по авторским авторские права да то есть я мне я вообще пишу я например делаю озвучки да это что у меня в тик токе то что есть на ютубе я беру зачастую роли не пасеньки у меня понимаешь нету задачи очень многие заблуждаются вот я могу так прокомментировать коли есть такая возможность не всегда она бывает я не пытаюсь а скопировать тех актеров дубляжа которые эти роли сделали и я зачастую когда беру материал я далеко не считаю что прям я прям идеально подхожу на эту роль это скорее такой результаты сама тренинга и сама челленджа такого для себя ну то есть вот условно у меня у меня значит чего бы стану youtube я просто делал это в тик токе а потом ну надо было что-то на youtube закинуть я гудай закину меня коротенькие ролики там первые 30 секунд но они больше всего и набрали я озвучил вот ту сцену из gta сан-андре я ее кстати видел я придумал как бы да конечно с моими от с моим отсутствием низов это карикатура карикатура новато но благо графика такая мультяшная это сглаживает эффект я придумал как бы мог звучать вот так по-русски это большой биг босс который так давай-ка я это затонировал я это сделал и она внезапно просто пипец начало собирать до 353 слушай ну ты на ютубе то вообще совсем вот совсем недавно да то есть реально полгода то есть это она вот то что мы вот эти вот 5000 то что сейчас есть там 4 600 пролись вот еще раньше я просто ну я не знаю что выпускать я понимаю что всех хотят сейчас гта хоть всю игру озвучивая но я ну мне это не прикольно потому что ну типа я понимаю что это был челлендж попробовать кусочек роли в одно горло но я же не буду в одно горло всю игру дублировать это тупо да я ребятам сейчас быстренько покажу сейчас две секунды я сейчас им покажу тебя не будет видно но будет видно твой твое видео 31 секунда давайте посмотрим ты чё будешь карл чтобы обессилить надо жрать я буду девятый номер жертей дай мне девятку как ему мне номер шесть и соус а мне две девятки 1 6 7 2 45 один обязательно сыром и большую колу я подожди здесь еще вылез джокер я сейчас джокер быстренько покажу 38 секунд здесь прям быстренько мы тратим время мне нужна твоя помощь лекарство было почти у меня в руках так близко на его значит мы умрем меня это устроит ты уверен представь хватать ртом последний вздох знаешь только там ждет такая же участь а я не сказал я потратил целую неделю чтобы разнести свои образцы крови по всем скорым годом держи слушай ну правда хорошо сделано как бы я не кстати сейчас постфактум мне джокер не очень нравится я все-таки считаю что молодого молодого у меня мой главный комплекс всю жизнь был часто я как-то от этого отучился за 10 лет но нет у меня в голосе вот этой вот брутальщины я точно там героев никто не могу и у меня вот этого возрастка не хватает все равно вот в возрасте возраста то есть что-то там скривлять поймать я могу но вот именно по базе по природе этого в голосе нет и она все равно где-то ну выстреливает у меня легко идут вот персонажи более карикатурно я я молодежь часто пишу что я тебя прям еще был сейчас да я вот видимо да потому что у балабанова от артиста дубляжа у него тоже достаточно высокий сам по себе от природы голос и вот это близкая фактура тембральная она мне позволяет похоже это делать то есть вот эти все подожди 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 я покажу покажу 50 секунд 50 секунд сейчас это реально круто ну я я в общем все давайте но тут песня там я просто видел в тег токи твои отрывки где есть здесь у меня пом только песенка лежит да только песня которая в тег токе отвратительно зашла никто не любит в тег токе песни удивительно видишь вот просто вот такие яркие более выпуклые персонажи они мне даются легче и более органично в силу тембра тоже если что-то более вот драматическое художественное там должно это больше возрастно совпадать ну то есть я явно какого-то взрослого персонажа не сделаю меня там бывает иногда в комментариях например пишут озвучь вот этого я говорю ну ребят это будет ну неорганично звучать то есть ну словно я там я не озвучу джорджа клуни да вот именно как живого актера в художественном кино я там старше своего голосового возраста я не возьму оно не будет звучать вот я например понимаю я бы неплохо озвучил тимоти шаламе я считаю у нас очень близко эта мировая тесситура он небосящий такой парень это могло бы прикольно получиться но там уже наверняка все расписали без меня дюнта я думаю уже сдублировали давно она когда должна была выйти наверняка ее уже писали мне кажется да мне кажется надо так было лишь как близко когда пришел в 16-м году как раз вот сольник человека паука должен был выходить и после гражданской войны же все бомбили на артиста который озвучивал холланда там очень людям не понравился канухин канухин по моему артист хотя его же но все-таки утвердили марвел ну да да даже не просто да но просто марвел видимо свои какие-то супервайзинг марвела не очень понимающий русский язык этот имброво утвердил потому что имброво он правда холланд он холланд кстати разговаривает выше чем у нас его делает иван чабан хотя чабан конечно ваня замечательно его делает я очень люблю его холланда и особенно в пауке но он он более пацани стой по голосу в исходе я делал меня был я делал на старом канале у меня был 3 я делал расширенный трейлер сам дублировал я позвал гланцы на тони старка не хочу захотел чтобы не озвучил нет я правильно понимаю что вообще у диктора в целом у вас достаточно такая компактная тусовка на всю страну ну компактно просто смотри вот я не я уже подумал что например киреева что ты знаешь ну вот да мы с ним даже озвучивали на каких-то пиратских проектах вместе на сериальчиках было дело пересекались гланцы я знаю тоже постольку под так получилось что я во первых еще но с дикторской тусовкой с рекламной глан же рекламу пишет мы как вот так вот я буквально вот я как раз я тебе говорил за кадром да что я ездил на студию на blizzard на сам blizzard да у нас нету самого blizzard а студия которая обслуживает blizzard недели полторы назад и как раз соседнем павильоне гланц писался мы причем мы знакомы там лет пять а увидели друг друга наверное второй раз жизни вот я приехал я говорю привет он смотрит меня дима эра рыбин вот то есть даже так вот было бы было кайфово потом подъехал после меня после моего у меня была часовая смена короткая там дописывал какие-то фразочки новые за персонажа подъехал потом дмитрий полонский это вуди харельсон у него кстати очень такой ярко выраженный голос у него очень у него очень интересно у него теплый очень тембр вообще удивительно как он ухитряется с таким вот теплым очень таким ну притягивающим тембром писать какие-то ну злодейские роли они удаются ему тоже да вот сейчас например в венами мне очень интересно конечно как в венами он будет карнажа писать наверное он уже записал то же картина же заранее приходит ну слушай подожди там трейлер трейлере он уже озвучил в трейлере но безумно там такая есть прям правильная как и должна быть то есть мы ждали тебя мне когда этот какого три билборда вот он озвучивал там он письмо зачитывает клёвая такая сцена но во первых там сама сцена очень хорошо поставлена что он аж до слез пробивает и вот этот голос он прям ну у него вот опять же почему нельзя это объективно бывает кино говно но вот бывает кино говно озвучили неплохо озвучка вытянула бывает такое какие-нибудь вот среднесортные комедии какие-нибудь немецкие дурацкие категории фе там какие-то муравьи в штанах там знаешь вот такого сорта евротур вот тебе евротур фильм говно вот его не в дубляже не в дубляже он бы блять так не зашел я гарантирую половину для нашего зрителя его ведь любят у нас действительно делает дубляж даже дубляж пиздатый вот он прям без вот каких приукрас он клёвый он да с купюрами там скорее всего перевод вообще этот фильм он воспринимается так потому что когда мы его смотрели мы были все прям совсем школьниками конечно мы были там школьники там студенты прочее но и суть что вот он прям вот его дубляж красит а бывает так что настолько охеренное кино что какой бы дубляж не сделали сука материал вытянет первоисточник ну прям совсем дно не вытянет с билбордами это вот идеальный баланс потому что вот на вот этом закадровом тексте харальдсона полонский замечательно потому что он владеет вот этим монологом длинным прочим он это также с нужным посылом с задушевностью эту смертную записку свою это читает это конечно блестяще но вот это вот вот опять же это вот такая вот почему мы возвращаемся опять сюда субъективности восприятия то есть ну блин а зацепит тебя вот так харальдсона в оригинале вот как не носителя а не факт не а вот полон который по той же задачи с той же целью вызвать ту же эмоцию у тебя как у зрителя вот он зацепил вот об этом разговор поэтому вот когда начинается опять же нужен ли дубляж не нужен есть кому он нужен и необходим и вообще не не вовред нисколько кино а наоборот в плюс ну да такие вот вещь и был попал чуть-чуть нам удалось чуть-чуть так поболтать да я да я сейчас наверное уже васю буду добавлять но в целом я не против как-нибудь еще созвониться на самом деле потому что ну если ты не врагу рано или поздно рано или поздно мы вернемся к нормальным цифрам 150 170 человек вот так что у меня сейчас схема такая что я делаю новостной выпуск вообще предполагается изначально что это новостной выпуск но периодически а начнем гостей приглашать и я сегодня но буду гостей приглашать новости буду зачитывать вот из этих новостей я потом делаю небольшой выпуск который я выпускаю как отдельный выпуск на канал уже тоже минок ролик да уже как ролик и это и там же говорю ребята каждую среду 20 00 приходите будем общаться вот так что таким вот маховик постепенно постепенно разгоняя я думаю рано или поздно мы придем к 150 человек он онлайна и в общем я я завидую людям которым есть что рассказать вот понимаешь мне например задает вопрос что ты не делаешь ролики на youtube я бляха не знаю про что рассказывать то есть что я иногда и не надо на самом деле если нету порыва да это правильно я не понимаю что я могу вам умного рассказать я могу что-то озвучить но вот созвучка к сожалению так в ютубе она не очень сильно и продвигается не очень сильно котируется смысл тут вопрос то есть на самом деле в том что а могу ли многое я рассказать то есть дело в том что я у меня большая часть контента больше типа 70 процентов это просто обзора того что я посмотрел и я по сути как бы опираясь на свои личные предпочтения говорю норм у тебя есть ну это же не просто так голословно говоришь только ты знаешь какие бы пиздатые были ролики ну это кино норм конец ролика у тебя же есть знаешь приходит рассказать какую-то аналитику может каждый но приходит не на аналитику в сухости а на конкретную личность то есть ты исходя из твоего опыта и твоего восприятия да приходит за твоим восприятием потому что она отличается от чего-то другого от чего-то другого вот это важно и то есть посту поскольку у тебя есть желание этим делиться и это рассказывать вот это как раз идеальное попадание поэтому у тебя вот эти обзоры аналитика и она ну твоя она органична и она нужна я не хочу этим заниматься не я понимаю да понимаю я вот мне было важно мне было нужно высказаться про озвучку киберпанка но я мне так блять прилетела за эту озвучку киберпанка за то что я ее покритиковал чуть-чуть а подожди в смысле у тебя на ютубе это на канале у меня есть на ютубе ролик про это было конкретно связано с бэткомедианом потому что бэткомедиан сам в подкасте сказал что ему не понравилось как звучит его роль да он говорит что это очень плоско она звучала очень быстро очень все нормально да нормально и записали я высказал предположение предположение ко мне пришел артист который озвучивал глав героя в киберпанке и очень вежливо но очень долго и настойчиво рассказывал мне что я мудак вот я ну нахуй эти ролики я подумал мне эти проблемы в жопу не сдались в смысле а куда он пришел в личку нашел меня в соцсетях нашел меня везде рассказал мне какой я дебил ну нет он очень вежливо он вежливый парень там между строк считалось иди нахуй мне не нравится на сто процентов его работа в киберпанке мне вообще на сто процентов киберпанк не нравится отдельные роли там классные но очень много а тебе не показалось что мата просто чересчур ну то есть они как будто бы я вот играл потом уже с английской озвучкой но с субтитрами с русскими и куча сцен где в английском исходнике нет мата вообще то есть может быть грубая лексика но не мат субтитрах прям через нахуй я такой ну нет я не против мата я не ханжа он нужен там где он есть на хера столько-то это как вот эта сцена с киануризм когда я ебанутый он ебанутый мы все ебанутые и все мы находимся в твоей ебанутой голове он ебанутый мир ебанутый ты тоже ебанутый потому что в твоей голове сижу ебанутый я то есть но это прям такая плотность высокая что ну перебор прям перебор мне ужасно не нравится подбор бы я не знаю почему они илью бледного позвали на киану риза илья бледный замечательный артист великолепный но это мы по моему по моему субъективному мнению это не его роль но он не вяжется с этим вот отвязным панком повидавшим жизнь он конечно и сам киану риза блять особо не вяжется с таким он всегда же довольно нейтральный герой да такой тихий тихий философ но голосовой здесь ну то есть это значит все равно что я вот сейчас бы киану риза сел озвучивать потому что вот у бледного тоже такая верхняя тесситура вот это вот такой вот он более молодежный такой фактура такая ярковатая ну то есть на фоне риза но он отдельно существует вот то есть исполненная роль хулигана бледным голосово отдельно она хорошо но она не клеится с киану ризом блять никак я понимаю почему сиди пиарная на сами сказали нахуй не будем звать кузнецова потому что это и в гера и в ведьмаке кузнецов и здесь кузнецов это был пиздец но в конце концов я бы кузнецова наоборот был бы рад услышать киану риза в джон уики например не кузнецов озвучивала тоже это хорошо там в первом головчанский озвучивал шерлок камбербэтч а во втором по моему мясников по моему артист дубляжа писал и тоже хорошо органично ну они понимаешь чисто физиологические вот это имброво лучше садятся на вот внешность на его вот лицо да а здесь ну она вот не стыкуется то есть киану риз в какой-то матерный мультик превратился и вот это вот все кстати хорошего типа зачем они взяли столько знаменитостей нельзя было взять простых актеров но это понятно что для пиара но я не думаю что это именно я как раз здесь вот я полностью готов защищать режиссеров проектов это наверняка режиссеру было бы удобнее взять профессионального артиста с которым они работали или знают как этот человек работает и записать с ним это было бы и быстрее и дешевле и лучше но это наверняка какой-нибудь пиар отдел навязывают это требование скорее всего сиди про джектора это потому что они в сша делали так что должны быть селебы в какой какая-то доза селебов на квадратный метр игры должна быть и сложно сложно потому что артисты даже очень талантливые ребята из медиа блогеры и прочее тот же поперечный например он же вообще занимался озвучкой и он понимает что это такое но он не занимается этим условно скажем каждый день поэтому добиться результата которого в принципе в теории от него можно было бы добиться то есть вот та роль которую он озвучил мне кажется поперечный мог бы в разы лучше сделать просто если бы была возможность работать с ним дольше потому что он в силу того что у него нет этого тренажа профессионального технического постоянно озвучивая что-то сходу может сразу да 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 и режиссеру из него приходится тянуть это все и он тоже не может из себя достать потому что ну вот нету этого постоянства и поэтому вышло так как вышло а галочка стоит должен быть поперечный вот хоть обосрись или там ивлеев и вообще пиздец гудков своей органике то есть вот гудков комедийный такой вот яркий протысковый персонаж вот ему такого персонажа и дали этот пистолет поэтому ну там не может не может быть вопросов там не драматическая роль ничего это прям это мультик гудков он и есть пистолету меньше претензий но вот это вот когда они это же прям в рекламный ролик ставили где там элджея такой я такой свою маму я не знаю неужели нельзя было кого-то другого позвать из ну более более вот если бы они позвали сэндука о да у него же там бы все обоскались от счастья и даже если бы сэндук это сделал левой пяткой все бы радовались а сэндук он старательный чувак он бы делал хорошо насколько бы ему поволили какого хера позвали и влеева и элджея вообще с какого боку они попадают в ца пользователей компьютерных игр то есть возможно они пытались за счет них расширить целевую аудиторию интересы к проекту это глупо потому что те кто слушает лжея тусит в клубах не факт что играет в игры конечно им же вот люди которые слушают элджея им в принципе интересно там клей за гаражами понюхать возможно там я не знаю это тоже субъективно понимаешь вопрос в том что я не понимаю вот из чего складывалась логика выбора вот этих селебрити с которых надо было позвать поперечный да он около игровой тематики тоже он сам в этом то есть нормально могу понять гудок комедийный персонаж камео комическое блестящее правильное популярный как ни крути в сотку аудитории широкая то есть его смотрят все более менее по чуть-чуть из каждой аудитории вот ивлеева и элджей непонятно вообще с какого боку я говорю того же суиндука позвать какой-нибудь эпизодник там городского сумасшедшего бы он каком-то своем фирменном стиле а-ля рик и морти там бы вся боссались от счастья это была бы победа и я думаю учитывая что ну суиндук озвучивает много да поскольку он работает там нато риком и морти много и вообще он начинал созвучит это его собственно и вывела в топы но я думаю режиссеру бы с ним было понятнее проще работать и быстрее и ну соответственно от этого и качество выросло ну да все не понимаю не знаю как это кто это мы никогда этого и не узнаем наверное потому что но это все внутренняя кухня и и просто когда у нас начинают прям голословно срать и говорить а это режиссер мудак а это блять актеры говно да нет у нас режиссеры актеры хорошие у нас зачастую просто сами условия вынуждают действовать не всегда так как было бы ну здорово это вот вот смотри вот как раз вот коротко под финал да блин проблизко давай давай я озвучил персонажа для игры heroes of the storm там такой гноу появился гноу дробитель он изначально по лору варкрафта там еще до всех этих heroes of the storm он там естественно был там грозный персонаж все дела но его толком нигде не появлялось а здесь они его ввели как игрового но они blizzard разработчики авторы сделали из него комик комик релиф он смешной он там подшипетывает он все время подвывает как собака ну потому что гноу гиена вот это вот все и в оригинале там такой дяденька объемистый это писал но очень комично прочее я у меня нет таких объемов но у меня есть эта фактура и возможность вот этом разрыве горова много да микс между big russian боссом и бомжом у меня была эта демка с такой подачей и мне режиссер говорит слушай вот давай вот так попишем и это это не значит что это режиссеру в голову взбрело давай такого дурака позову потому что многие не знают этого но это не режиссер решил и все это отправляется проба туда вот ну в близзарде точно так как и в электроне карт сколько я знаю там супервайзер смотрит продюсер гает да давайте попробуем и могут еще и переписать я например когда мы записали классно классно мы много чего нашли мы прям четыре часа плотно работали искали вот фактуру вот эту прочее но мне до последнего думалось блять сейчас скажет слишком пацанва то получилось перепишут кем-нибудь нет не переписали пошло в игру но вот мысль я знаю сто процентов потому что я был внутри что я на все сто работал до потери там пульса до пота в жопе режиссер был максимально заинтересован звукорежиссер мы все это ловили технические дубли пробовали подходили с разных углов брали эти реплики делали его как мне сказали уж не знаю просто меня ну я как человек в себе сомневающийся я всегда думаю от меня просто авансом ласкают но мне сказали что продюсером близердовским это тоже понравилось то есть как это получилось в русской версии знаешь кому не понравилось так собственно хардкорным игрокам heroes of the storm черт меня дернул блять почитать на форуме там написали что взяли какого-то мудака эти ебаные русские дураки которые нихуя не понимают как это делать сделали говно перевод взяли какого-то мудака и какую-то хуйню записали что вы вообще наделали мне потом объяснили что вход все в принципе довольно токсичное сообщество как бы но это же по сути как бы как дота все мобы все мобы в россии у нас как бы воспринимаются это токсичная среда я понимаешь а мне но мне так сильно обидненько все-таки в какой-то веке такая ролик прям ну и в проекте в клевом а людям то не понравилось но мы же делаем то для людей а потом я начал думать а вот как им угодить они но перевод на ней так и так бы захейтили все но нашли до чего доебаться там слова адаптация и литературный перевод для них не существует только буквально все должно быть ну понятно что если где-то какая-то шутка про просор она дает справедливый тычок но и на старуху проруха хорошо на записал бы какой-нибудь дядька бас там какой-нибудь михаил георгию который вот хелл бой озвучивал ну вот со всеми этими там при шипет его не а почему при шипет его это мы сделали мы послушали оригинал там так сделано а почему потому что у собаки у нее же вытянутая челюсть у нее нет еще у него вот эта часть она висла она не активная она не участвует в речи поэтому мы дали ему какую-то эту фактуру это анатомически правильно и опять же так как он он смешной он должен быть смешным мы его таким и сделали я начал думать ну кто не другой бы сделал слушай ну тут смотри на самом деле совет совет предельно простой совет предельно простой не нужно быть час проедет мотоциклист не нужно быть лестером найгардом то есть не нужно пытаться всем понравится делай как ты делаешь ну то есть но но конечно объективно старайся смотреть со стороны я сконцентрировался на том что я знаю что я максимально постарался выложил все что у меня было что режиссер хотела из меня достать и доставала все что могла что мы это делали на совесть и что и самое главное самое классное вот просто одно дело писаться дома в наушниках самим собой другое дело когда вот этот невероятный вот процесс работы вот творческое сотворчество с режиссером когда вот знаешь вы записали реплику вроде хорошо и попали и вроде правильно ресургает в наушниках дима давайте теперь знаете как а теперь давайте так но вот как будто он то-то то-то думаешь о бля прикольно как будто бы это гиена взяла ипотеку а коллекторы совсем скоро и мы это делаем и разрывает всех троих и звукорежиссера и режиссера и меня я вот так вот спускаю наушники просто поражаться потому что бля попали реально реально смешно получилось то есть вообще разрывает я то есть я вот я стараюсь больше сейчас концентрироваться вот на этом кайфе этого процесса потому что это вот это это самое наркотическое в этой работе вот когда вы пишете так это просто ты потом на неделю со смены заряженной уходишь прикольно все последний последний я у тебя последнее спрашиваю им и отпускаю последнее звучит вопрос так если я вот в моем случае это актуально если кто-то из зрителей допустим заинтересовался ему хочется заниматься чем-то похожим что нужно вот первый шаг это просто хотя бы что нужно начать что не не про технику сейчас говорю а про способ подачи очень по-ублюдски звучит если хотите начать начните записывать себя сейчас можно на чего угодно даже вот у меня вот сяоми смартфон я делал ролик топ за свои деньги напомню надо его как-нибудь расширить на это на youtube что можно на его микрофон очень прилично записаться но по крайней мере для какого-нибудь подкаста этого хватит с головой очень хорошо хорошие микрофоны сейчас там стоят то есть какие-то пробы самопробы главное что в этом должно быть нужны ориентиры лучше работать самим собой вот хочется вам записывать рассказы например попробовать во первых берите большие объемы порветесь и замучить на большом объеме влавливать ошибки а их поначалу если опыта никакого нет будет много возьмите малую форму и желательно чтобы у вас была эта же малая форма в исполнении какого-нибудь профессионала это очень хорошее упражнение мне но в свое время помогало потому что я например вот я не слушая в исполнении там какого-нибудь александра клюквина рассказ какой-нибудь или кусочек какое-то произведение я его озвучил сам как вот я понимаю потом включил его и начал сопоставлять и вот на вот а почему у меня не так а почему он делает так а не так а почему здесь пауза вот эта препарация это занудная работа но она вот реально дает очень много а с точки зрения речи и прочего вообще если вы прям хотите вот быть уверенным что вы будете делать ну по крайней мере нормально ну хотя бы в какую-то театральную студию на курсы вот в принципе могут помочь вместо того чтобы ходить в какие-то там ну школы радио там прочее где вы голопом по европам все сделаете да это с точки зрения познакомиться с кухней классно но много у вас не останется после этого лучше такие же деньги если есть их возможность потратить найдите педагога по сцен речи частно хотя бы по скайпу и позанимайтесь с ним но только вам конкретно надо понимать для чего вот я хочу рассказы читать или я хочу правильно красиво говорить да и читать текст вот это запрос к педагогу по сцен речи не к колчу который будет рассказывать вам а как звучать сексуально если вы видите даже это кликбейт можно подумать но как правило хорошие педагоги так не делают как сделать голос сексуальным или самое больше всего я ненавижу это как свой голос сделать низким если ниже до глубже воды высокий тембр например как у меня вы его не сделаете ниже только через какие-то травмы речевого аппарата и то не факт что это сделает его ниже можете так пережать что и вот так вот разговаривать начнете вообще вот этот голос можно сделать только шире вы скорее всего не владеет это же когда когда начинать связками говорить вот как гоблин он же связками говорит потому что просто ты просто на старте ты не владеешь своим аппаратом ты не знаешь его возможности и поэтому нужен педагог по сцен речи который даст вам упражнения даст вам вот как раз возможность технически постичь вообще а что у вас есть там на самом деле потому что если надо я могу какой-то бархат подключить и прочее если мне надо уйти в карикатуру там орков каких-то позвучать я это делаю не травмоопасно для себя потому что у меня есть возможности но это потому что я это изучил и то недостаточно я считаю что еще учиться до хрена чему есть вот это вам нужно а вот эти все заигрывания в красоту голоса в голосе важна не красота важно точность важно не как это звучит красиво мелодично нужно уметь успеть нужно превратить это в инструмент это инструмент как вот как на гитаре или вот на рояле ты можешь ничего не знать про рояль и играть на трех кнопках. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А у тебя вот такой инструмент. Так же и с голосом. Вот ты не знаешь ничего про свой голос. Ты на одной какой-то привычной интонации ты елозишь. А когда ты учишься на нем играть, вдруг оказывается, что ты можешь что-то разное делать. И это может выйти в край... Ну, то есть, и там уже начинается возможность. Просто не владея этим, трудно из себя вытаскивать, что творчество начинается с техники. Ну, нельзя написать картину, если ты не умеешь макать кисточку в краски. И выбирать эти краски. Так и здесь. Ты не можешь играть на инструменте, пока ты не владеешь какой-то базовой нотной, грамотной и прочим. А творчество начнется уже потом, когда будет наработан, сука, технический навык. Это очень не любят слушать ребята. Мне иногда пишут молодые ребята, которые хотят. Вот они смотрят ролики, мы хотим так же. Я начинаю им говорить, надо вот речь, надо работать. Надо работать, ребята. Надо взять и начать работать. Они такие, блядь, ну я же озвучивать хочу. Я говорю, ну давай без этого, начни, начни. Ты сейчас вот выложишь это в ТикТок, получишь херов в Панаму за такую озвучку, скорее всего. Потом вообще ничем не захочешь заниматься. Тебя так добрая наша, особенно русскоязычная публика, прям сделает тебе секты. Ты вообще ничего делать не захочешь. Фистинг-эс просто произойдет. Фистинг, да. Данжон-мастер придет к тебе в лице доброго зрителя. Слушай, у меня, да, вот я как человек, который, я же все комменты читаю, у меня когда ролик выстреливает там на 200 тысяч просмотров, и появляется куча аудиторий, которые меня знать не знают, и вот они наиболее агрессивными же выступают. И ты начинаешь читать, и такой, блин, да может вообще нахрен это все? Че я, вроде бы вот ты получил, типа, ты хотел просмотров, ты получил, но вместе с этим ты получаешь какой-то негатив от людей, которые тебя впервые видят, и ты такой, блин. Мозгами рационально ты понимаешь, что, ну, бля, это не единственное мнение, и ориентироваться только на него неправильно, и понятно, что ты, ну, не можешь нравиться всем. Но эмоционально, сука, это все равно тебя цепляет. Да, да. Обидно. Ты-то знаешь, они не знают, сколько ты вложил сил, сколько вот за, там, за этим роликом, вот по таймлайну, сколько было времени потрачено на написание текста, на монтаж, на запись, на съемки, пересъемки, да, на съемки, свет, хует, все дела. Это же тоже надо все понимать, как выставить прочее. Так же, как и в самом случае, люди не понимают, что... Это я сейчас могу 30-секундный ролик, там, в пяти вариантах, вот у меня был самый смешной заказ последний на рекламу, не на рекламу, а там, короче, какая-то детская игра, и там такая классная, смешная, нарисованная корова, и мне, ты знаешь, чувак пишет, ну, мы так неформально общаемся, говорит, слушай, надо как-то вот смешно ее озвучить, а у нее реплика, она делает там, у мальчика торт, она задувает торт и делает языком. Это, говорит, надо как-то смешно сделать. Бля, ну я ради пять вариантов, но если бы я не владел тем, чем я владею, я бы одного, я бы просто сказал, ну, как можно смешно сделать корову. Ну, я там с какими-то звуками, с прижимкой, за это такую смешную, такую нелепую корову. И я отправляю там эти пять дублей, человек говорит, о, заебись, четвертый, мне прям очень нравится. Как я мог это угадать? Нет, только вы угадаете все, что я смог придумать, а он из этого вдруг по счастливому стечению обстоятельств и вселенной, сказал, да, вот это мне нравится. Да, слушай, дубль это вообще тема именно по той причине, что я, хоть я и просто, ну, как бы, текст, ну, написал текст, озвучил его, все равно приходится дубль делать, как ни крути. Все равно кино получается, даже обзор. Ну, для нас самый крупный пример, как обзорщик от Бэткомедии. У него уже обзоры. Ведь вот так ты подал фразу, так ее сакцентировал, она не выстрелила и не зацепила и не связала со следующим там тезисом и прочим. А так подал, она связала, зацепила и навела на какую-то мысль. Ну, это же тоже все факт. Не бывает мелочей, бывает просто то, что ты заметил, и то, что ты не заметил. Все. А вот эти, ну, хейтерс гон и хейт, понятно, и люди, которые вот ничего в жизни ни разу не озвучили, им легче всего рассуждать. Они же думают, что это, ну, вот, ну, все, вот, у меня же голос есть, я же умею разговаривать. Значит, я могу озвучивать. Практика. Короче, практика и начать делать. Это, кстати... Эмоционально дать себе прожить. Если обидно, значит, надо обидеться, только не отвечать ничего. Да, обидно, неприятно. Ты хотел не сделать. А сейчас с YouTube не позволяет. Я обычно матерям хейтеров в рот сру, ну, в комментариях. Ну, то есть, я вижу, объясню, объясню. Моя позиция такая, что человек просто начинает какую-то неконструктивную критику выдавать, да? Потому что когда я вижу конструктивную, там люди говорят, чувак, у тебя там микропланы, у тебя там вот эти предпреды хилы. Я отвечаю, спасибо. Да, я прям отвечаю, типа спасибо, ну, я шарю, что я не это, я работаю над этим, да, да, да. А есть просто, типа, вот, смотри, вот, пока мы сидели, я прочитал комментарий. Автор, у тебя блевотный вкус, как и ты сам. Один час назад комментарий под топом лучших фильмов ужасов. Вот. Ну, сейчас YouTube не позволяет срать матерям в рот, и я пишу, я просто не отвечаю, но... Жалко, что YouTube не позволяет. Знаешь, у кого классно было наблюдать такие переписки, это в ВК паблике, ну, когда еще Кубик в Кубе не работали сильно в официальном поле, вот у них в комментах, я не знаю, там Руслан отвечал, админы такие тоже уже на стиле, но они там просто иногда такие телеги, там кто-нибудь написал, да вы делайте полную хуйню, и прям вот фирменный стиль Кубик в Кубе. Рот твой ебал кисынька, и там вот понеслась, да, хуй нога, пошел ты в жопу, хуйн допла. И прям ты сидишь, это читаешь, так и думаешь, господи, как хорошо! Вот это вот я понимаю. Там, мне кажется, человек настолько обосранный уходит, как бы, ему уже не хочется такого писать никому. Вот, поэтому, да, на них я уже и не обращаю внимания, но иногда бывает задевают, но просто нужно быть готовым к худшему всегда. Я вот так вот себя подготавливаю, я готовлюсь к худшему, и если даже норм по реакции, я такой, ну, норм. Главное, главное, чтобы эти негативные комментарии не, скажем, самооценка может быть нормальной и либо завышенной, либо заниженной. Вот чтобы они тебя из нормы не выбивали. И хорошие комментарии не делали твою самооценку завышенной, и плохие и заниженной. Потому что всегда все посередине. Ну, не может быть совсем плохо, если человек реально старался и прочее. Просто кто-то хочет видеть только плохое, кто-то хочет видеть. Это все, опять же, все это, сука, вот опять мы все время около этого крутимся. Сука, су-е-к-ти-в-чи-на. Ну да. У него настроение, может, сегодня плохое было. Он, блядь, через месяц посмотрит этот же ролик, не вспомнит, что он его комментировал, скажет, блядь, чувак, как заебись. Да, кстати, есть такое. Мы не господь бог, мы на это повлиять не можем, поэтому приходится с этим жить. Главное, чтобы просмотры вообще есть. Некоторые делают специально блевотный контент, чтобы его хейтили, но, опять же, это нагоняет трафика просмотра. Да, 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 да. Да, это создает активность и шумиху. Поэтому главное, чтобы, короче, главное, чтобы это самому нравилось. Я вот, например, да вот, вот у меня сейчас вот, я раньше переживал много, что меня не так много зовут на какие-то большие студии и прочее, что у меня там в кинопоиске не все мои работы забиты, которые я делал там для мультиков, для сериалов. А потом я подумал, ну и что мне эта страничка на кинопоиске? Вот она мне прям статуса добавляет, денег больше дает. Да это посрать вообще просто. Я знаю, что я получаю удовольствие от этого процесса, что я хочу это изучать и именно развиваться и расти от работы к работе. И моя радость и мое счастье в этом. Мое счастье не в том, что сказали, о, бля, вот он пиздатый, он там озвучивал. А мое счастье и радость, когда мне режиссер говорит, блин, классно с вами было работать, мы вас позовем еще. Вот. Приоритеты. Приоритеты. Так же и здесь. Когда ты понимаешь, что ты сделал ролик, его посмотрели, там один даже человек тебе написал, что, блин, я посмотрел твой ролик там и задумался. Знаешь, неважно, блядь, над чем, но задумался. Ну, над чем-то он точно задумался, да-да-да. А остальное уже... Блин, Дима, спасибо, со смыслом. Вот такой нотик хороший, давай, закончим. Короче, все, мне на самом деле было очень интересно пообщаться, я бы еще помнялся, если есть возможность, я через месяц, мы точно нагоним сотку, 150 человек, в общем, будет. Народ, жави, жави. Я шадусь, я шадусь. Я шадусь. Я шадусь, я шадусь. Три-четыре недельки я тебе напишу и буду рад. Добро, добро. Все, давай. Всем счастливо, давай. Давай. Да, ребят, смотрите, ссылки прикреплены, подписывайтесь. Но основную часть контента Дима выкладывает в тиктоке. Да, тикток, мы, типа, не все его любим, но окей. Но там, правда, хорошие вещи. Да, там есть хорошие вещи. Там есть хорошие вещи. Просто надо почаще их смотреть, тогда он не будет выкидывать вам говно. Работает, правда. Все, счастливо. Все, все, давай, давай, пока.